Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики! Здравствуйте, читатели канала Налоговая Балавайка! Наш мир просто охватил волна коронавируса. И, конечно, эта волна прямо или косвенно задела всех тех, кто платит налоги. Но начнем сначала. То есть у нас с вами первая тема, которую мы разбирали на Налоговой Балавайке, касалось того, что очень часто бухгалтера и сотрудники компании подделывают документы. Бывают разные подделки документов. Допустим, мы в последний раз, когда подготавливались к выездной налоговой проверке, и Глобух категорически отказывался сотрудничать с директором компании, потому что ее уволили оттуда. Мы выяснили, что у нее, оказывается, был поддельный диплом. Соответственно, она стала более сговорчивой после того, как мы это выяснили. Значит, в основном мы встречаем поддельные документы, как ни странно, не в Москве, а именно в регионах, потому что в регионах там вообще дефицит кадров, и как бы никто не запаривается настоящий диплом или ненастоящий. И мы тебе задали вопрос, что сотрудники приносят поддельную трудовую книжку, ставят там печати, и задали вопрос, пишем здесь решение суда о том, что можно, не спрашивая сотрудника, сделать запрос в ту организацию, где он работал, все это выяснить. И спрос в стиле у читателей канала «Налоговая Балавайка» о том, что как часто вам приходится встречаться с подделкой документов. Значит, 33% говорят, что постоянно, без этого не обойтись. Ну, конечно, если директора нет, ну, сейчас уже не надо подписывать платежные поручения. Но я помню, когда-то, это было лет 20 назад, когда не было директора, надо было срочно оправить какое-то платежное поручение, то глобухи, не стесняясь, клали на стекло платежное поручение, подпись директора, выводили его и несли в банк. Я могу сказать, что всегда это проходило. Значит, дальше следующее. Редко. 33%, то есть вообще практически с подделкой документов не встречаются. И такого не было вообще в этой жизни. Значит, у нас, как говорится, на три части все разбилось. Дальше мы вас спросили о том, что в связи с коронавирусом у нас фарс-мажорные обстоятельства. То есть везде эксперты говорят о том, что все, ребятам, можно не платить налоги. Значит, не платить кредиты. Договора расторгаем и все прочее. Значит, я рекомендую посмотреть налоговую балалайку, где мы четко говорим, что это не так. Что все надо будет платить. И коронавирус никак не влияет на те фарс-мажорные обстоятельства, чтобы не платить налоги, не погашать кредиты или расторгнуть сделку в одностороннем порядке. Значит, я спрашиваю у читателей налоговой балалайки. А воспользовались ли вы таким обстоятельством? Значит, 10% сказали обязательно. 55% скажут, как получится. И 35% сказали нет. Нет. Дальше мы здесь рассказали о том, как хранятся документы на серверах. То есть вообще, где хранится информация о вашей бухгалтерии, бухгалтерского учета, документы. То есть где вы их предпочитаете хранить. Рассказал здесь о том, что если вы храните их на удаленных серверах, или значит вы храните их у себя на компьютере. То есть какие риски при этом возникают. Что для налоговой совершенно не составляет никаких трудов. Если эти сервера, вся информация находится на территории Российской Федерации, ее потребовать, забрать. Более того, у нас сейчас уже на протяжении 5 лет такой есть круг структур. Это налоговая, полиция, ФСБ. Поэтому вообще вся информация о вас собирается даже без вашего ведома. И только вы потом узнаете, когда вам будет предъявлено обвинение. Или значит, когда к вам выйдет выездная налоговая проверка. Но об этом я часто рассказываю на своем канале. Я рассказываю в своем видео. Пожалуйста, посмотрите. Так вот, я спросил у налогоплательщиков, где вы храните информацию. Значит, 59% в офисе на компьютерах. То есть по-русски говоря, люди просто не запариваются. Где они ее хранят. 9% на удаленном сервере. Потому что они думают о том, что если у нас хранится сервер, написанное в Германии, вся информация хранится, то налоговая туда пешком не дойдет. Она, конечно, туда не пойдет. Она пойдет к вашему администратору. При том, что это будет ночью. Значит, придут к нему. Заберут его в определенное помещение. Где он расскажет все ваши пароли. Они туда зайдут, скачают всю информацию. И вы об этом узнаете только через полгода. Поэтому доступ сервера и пароли, да, я бы не стал доверять сторонним организациям, программистам. То есть это только самым-самым надежным людям. И на своем сервере, ну, фиг его найдешь. Это 27%. Значит, сервера у нас хранятся там, я встречал, в отдельных, значит, квартирах рядом с заводом. Вверху на потолке, там, за потолком, за Амстронгом. То есть различные есть варианты. Различные варианты. Но я опять же хочу сказать, что эти все варианты тоже знают ребята, которые занимаются поиском этих всех серверов. И никто не будет там бегать, взламывать и так далее. Есть куча других технологий, как это узнать, совершенно незаметно для вас. Я бы сказал, безболезненно. На первоначальном этапе. Дальше следующее. Налоговая служба собирает ввести так называемый единый номер для всех граждан Российской Федерации. Потому что вы, наверное, знаете, что она занимается и ЗАГСом. То есть умер, значит, родился, женился, значит, всех родственников и так далее. Вся эта информация будет отслеживаться полностью. То есть на этот номер будет собираться вся информация ваша. То есть теперь, что вот, знаете, мне там Сидоров подарил такую-то сумму денег. Если это будет введено, это не пройдет, потому что они пойдут в Сидоров и спрашивают, Сидоров, откуда у тебя деньги? И так далее. А если вы получили наследство, то они четко должны понять, от кого наследство-то. Какой вы родственник там и вообще было ли там наследство или нет. То есть вообще полная прозрачность всех финансовых потоков наступает. И я спросил, что вы думаете по поводу единого реестра граждан России? Значит, 54 процента сказали, люди будут исчезать из жизни путем нажатия кнопки на компьютере. 3 процента – это хорошая идея, все должно быть на виду. И 43 процента – от нас ничего не зависит, научимся жить и с этим. Такой вот философский подход у наших читателей налоговой балалайки. Следующий вопрос. Насчет аренды квартир. Очень много обращается сейчас риэлторов, граждан Российской Федерации, которые сдают постоянные квартиры, несколько квартир, сдают неживые помещения. Значит, здесь несколько угроз – это незаконная предпринимательская деятельность до 5 лет, то есть уголовная ответственность, уважаемые коллеги. И, конечно, все штрафы. То есть вам доначислят НДФЛ 13 процентов. Значит, если вы еще не зарегистрировались к предпринимателям, то вообще у вас общий режим, возможно, вам доначислят НДС и страховые взносы. Поэтому вы потеряете больше денег, чем заработали. Поэтому будьте аккуратны. Сейчас у нас есть некий льготный режим – это самозанятые. Самозанятые можно зарегистрироваться, заплатить 4%. Но в дальнейшем, я думаю, что это будет все повышаться. То есть наша власть, по идее, сейчас это может все, значит, всех налогоплательщиков поймать, но она просто идет таким щадящим образом, чтобы не было у нас волнения населения. То есть сначала говорят, ребята, вот мы вам даем шанс зарегистрироваться самозанятыми, а потом скажут, ну, извините, мы же давали шанс, вы не зарегистрировались. И у них нет проблем с источником информации. Здесь написано о том, что и соседи, и ЖКХ, и сами люди, которые вас снимают в аренду помещение, являются ее источником. Значит, и здесь вопрос, сообщите ли вы в налоговую, что ваш сосед сдает квартиру в аренду. 60% сказали, 67% сказали, нет, это дело его и налоговой службы. 30% сказали, да, если будет мешать нормально жить, поэтому ведите себя тихо. И 3% да, даже в качестве профилактики. То есть вот такие 3% у нас существуют. Потом следующее, я здесь написал такой пост о том, что оказывается недостаток сна, который мы с вами все вот аудиторы, глобухи, постоянно испытываем, недосыпы. То есть уйти из офиса в 2 часа ночи, в 4 часа ночи, работать в субботу, воскресенье, для нас это просто считается нормой. Поэтому хронический недосып, оказывается, что недосып, он намного вреднее, чем если бы вы курили, но спали и, извините, пили. И еще, если вы недосыпаете, то вы автоматически начинаете набирать вес. Я спросил у наших читателей, как вы спите? Значит, 45% сказали, как получится. Значит, есть еще, знаете, такая поговорка, лучший подарок бизнесмена – это сом. Значит, поэтому заходишь в офисы бизнесменов, у них всегда есть там большой диван, значит, на котором они при любой возможности ложатся и спят. Значит, 8% все по расписанию, в 22 на 0 отбой при любом раскладе. И 47% стараясь придерживаться режима, но не всегда получается. Вот такая вот, так вот мы с вами и живем. Следующий вопрос связан с увольнением. Вот мы здесь представили судебный прецедент о том, что сотрудник оспаривал, значит, выговор, который ему вручили, потом оспорил его, значит, увольнение и так далее. И мы задали вопрос, как часто вы ругаетесь начальством. Значит, 33% сказали, что никогда себе дороже. 63% сказали только по делу. И 4% как только представится случай. Значит, 63% только по делу ругаются. Ну, наверное, это неплохо. Следующее, что мы спросили, насчет наличных денежных средств. То сейчас они у нас исчезают, хотя вообще все мои предсказания, вы читаете книжки, уважаемые коллеги, то есть я предсказал все. Повышение страховых взносов. Помните, она там повысилась, потом понизилась. Значит, предсказал повышение НДС. Значит, и так далее, и так далее. Практически все предсказания мои сбываются. Также я 10 лет назад выступал перед депутатами и говорил о том, что, ребята, у нас скоро с вами исчезнут наличные денежные средства. Это цель государства. То есть, как бы, им просто надо найти повод. Я думаю, что коронавирус – это просто шикарнейший повод, и все наличные денежные средства у нас исчезнут. И здесь вопрос следующий. То, что Центробанк говорит нам, что надо обязательно после того, как вы потрогаете наличные денежные средства, мыть руки. И мы спросили, а вы воспользуетесь рекомендацией Центробанка и будете ли мыть руки после того, как потрогаете наличку? 38% сказали, как получится. 53% – да, всегда. Жизнь одна. То есть, будем дырать руки с утра до вечера. И нет, чему быть тому не виноват. Не миновать. То есть, как бы, вот такое отношение, философское отношение к жизни. Значит, потом, естественно, писали о том, что один из депутатов Тюмени предложил в связи с тем, что в стране будет нестабильность, и люди будут, видимо, нападать на богатых людей. И вот, что вести для него охрану, охрану для богатых людей. Я спросил, нужно ли богатым охрана в связи с нестабильностью в стране. 11% сказали – да, а 89% сказали – нет. Потом у нас опять произошло очередное предложение. У нас это приходит от КПРФ, или, значит, от «Справедливой России», или еще от кого-то. То есть, как бы, вы это постоянно, вы, наверное, замечаете, каждую неделю про сходники и сбросы. Они предложили, значит, понести СНДС уже не до 15%, а до 12%. И вы верите, что это произойдет? Мы задали вопрос. Значит, да, сказали 2%, а 98% сказали, что нет. То есть, граждане не верят в то, что у нас вообще налоги будут снижаться. То есть, вот такая информация. Но кроме этого, здесь громадный объем информации различный. Вот, допустим, Путин высказался насчет среднего класса на территории Российской Федерации. И мы спросили у читателей налоговой балвайки, к какому классу вы себя относите. Так вот, оказывается, 32% относятся к низшему классу, 39% к среднему, 0% к высшему классу. Представляете, вообще вот нет никого, кто себя относит к высшему классу. И 29% написали, что я себя никуда не отношу. Так что вот такое, я бы сказал, необычное мнение наших читателей. Дальше. И следующий, последний вопрос, наверное, последний вопрос, касаясь того, что вообще коронавирус как-то повлиял на ваши предприятия, на вас лично, все, что произошло сейчас в стране. 39% сказали да, 37% сказали немного, и 24% сказали, что нет. То есть, есть все-таки те, на которых это все не повлияло. Ну, на этом мы с вами закончим. И смотрите наши следующие выпуски. Как вы понимаете, что каждую неделю, каждый выпуск, вам становится все интереснее и забавнее. Забавнее. То есть, такое ощущение, что ты живешь в каком-то сюрреализме. Всего вам хорошего.